Я думаю, что мы и сегодня благодарны нашему Господу за то, что Господь дал нам такую возможность слушать Его Святое и Божественное Слово. И мы, наверное, только тогда оценим значение этого явления. Я имею в виду вот такую свободную возможность слушать Слово, когда такой возможности у нас не станет. Мы такие люди. Покуда сами на себе не испытаем, мы не можем верить, что Священное Писание о некоторых истинах говорит именно ту правду, которая существует в мире и которая оказывает на нас очень сильное влияние. Но я думаю, если сегодня откроем сердце для нашего Господа, то Он что-то положит в наше сердце, Он чем-то обогатит нас, последствия обогатит нашу жизнь, потому что, когда мы исполняем Слово Господне, получаем благословение от Господа, и жизнь наша становится насыщенной, богатой, угодной Господу и нам самим приятной, за что, конечно, мы благодарим Господа. Как вы помните, что уже несколько разборов, может, несколько, то не совсем правильно, немало разборов мы посвящили 14 главе Послания к Крымлинам, где апостол Павел затраивает одну весьма важную тему, эту тему соблазно, и я бы добавил тему терпимости некоторых вещей, которые бывают в нашей жизни. Есть некоторые грехи, есть некоторые вещи, против которых Господь очень категорично не хочет видеть даже их в жизни на одно мгновение, вы помните, отлучшить, наказать и так далее. Но есть некоторые вещи, которые, с одной стороны, не являются правильным пониманием, но, с другой стороны, за это Бог не изгоняет в церкви. И мы как раз об этих вещах и говорили очень долго, говорили о тех ищенах Божиих, которые перед Господом, ну, наверное, разницы не имеют большой. А для нас имеют. Для Него без разницы, кто что кушает. Вы помните, мы отобращали особое внимание. Нам же не без разницы. И с одной стороны, Господь хочет, чтобы вы имели полноту всякой истины. С другой стороны, вот некоторые вещи, они человека не лишают благословения. Бог продолжает работать над человеком. Мы иногда, почему я на этот момент обращаю внимание, потому что мы иногда, когда видим, что вот такие второстепенные вещи, которые по Священному Писанию должны отсутствовать, но человек как-то, ну, их носит в себе, то мы тогда готовы перечеркнуть все те благословения, которые Бог дает человеку. И мы их даже можем не считать благословением. Но, тем не менее, они присутствуют в человеке. Если Бог так поступал, как часто поступаем мы, то, наверное, уже ни одного из нас не было бы в собраниях. Но это не должно закрывать глаза наши на то, если мы в свете Слова Божия обнаружим в себе недостатки. И есть люди, которые в свете Слова Господня видят недостатки, но через то, что их Бог благословляет, они их не считают недостатками. Может, что ты мне требуешь, а меня Бог благословляет. Когда-нибудь такое слышали? Если бы то в самом теле было что-то такое серьезное и неприятное, то Бог меня не благословлял бы. А вы знаете, что Бог хочет спасти человека. И я знаю по опыту своим, потому что мне приходится очень часто глубоко беседовать с людьми. У них есть такие проблемы, такие грехи. Сейчас, которые может быть, я как человек, и не считаю, мне нужно их благословлять. Но Бог благословляет. И доводит до такого времени, когда они с ними рассчитываются, когда доносит до сердца, что так не должно быть, мне должно освободиться от этого. И скажите, если Бог оставил и не благословлял, человек пришел бы к глубокому пониманию, что ему надо освобождаться любыми путями, Евангелия всем веритут. Никогда. Человек, которого Бог оставляет, он никогда не будет идти по пути святости и никогда не будет стремиться, чтобы расти духовным возрастом. Он просто будет спокойно сидеть, дрематься братья. Ну, попел, покуда спел псалом, передумал все, что угодно, и пошел он доволен. Но и это еще не значит, что Бог оставил. Может быть, будет момент в жизни, когда Бог очень сильно встряхнет человека обстоятельствами, и он задумается, и придется менять свое мнение и мышление. И, наверное, вот таких оставлюсь людей, наверное, очень мало. И чтобы еще о ком-то сказать, даже о самом слабеньком, что Бог оставил, я не могу сказать. Это только Бог может так сделать. Мы же, когда смотрим на человека, несмотря на его падение, на его греховность, мы никогда не должны думать, не имея права, что Бог его оставил. И говорить об этом никогда не будем. Что можно ошибиться и сделать непоправимый вред. Сначала себе, потому что Бог спросит, почему ты так говорил? Откуда ты это взял? Откуда ты такой вывод сделал? Потому что у него жизнь такая. Жизнь у многих людей. Особенно если взять на невидимом уровне. Она не та, что надо. Но Бог сегодня не рассчитывается человеком так, как раньше это делал во время Ветхого Завета. Камнями побить, жечь и, конечно, положить беззаконие. Значит, когда нет человека, говорят, нет и беззакония, правда? Нет человека, нет проблемы. То есть сегодня Бог так не делает. Он никогда не закрывает глаза на то, что у человека есть проблемы. Он не то, что надо перед Богом. Но он его не оставляет, продолжает делать дело, чтобы поставить его на должный уровень, очистить, открыть ему глаза и дать ему полноценную жизнь. И вот как раз вот эта глава, она очень с разных сторон затрагивает этот вопрос. И, наверное, поэтому как-то так получилось, что мы уделили очень много внимания, потому что очень важно. Если эти вещи не понимать, мы можем и себе сделать большой вред, и тем людям, с которыми мы общаемся. Но все-таки я хочу сказать, что вот здесь рассматривается вопрос. И внимание застраивается на второстепенных вещах, которые особой погоды не делали в жизни человека. И поэтому Господь здесь напоминал каждому из нас, у всех вас есть такие вещи, которые с точки зрения Божией не сравнивают с тяжелыми грехами, они не те, что надо. Но Господь умещает, благословляет, чтобы просвятить человека, и чтобы даже он впоследствии отказался и от этих вещей. А самое главное, вот эти все тексты Писания, они запрещают нам судить других людей, сказать им, что ты не то делаешь, что надо, мы обязаны. Это две разные вещи. Назвать вещи своими именами и осудить человека, это далеко не одно и то же. Вот уже рассуждение и осуждение близки очень. А вот назвать вещи своими именами, что ты вот делаешь не то, что надо, это совершенно не значит. И осудить? Просто факт констатировал, что это так в твоей жизни происходит. И потому здесь священное Писание очень много и довольно часто напоминает нам то, что мы не имеем права судить. Особенно за эти второстепенные вопросы. Конечно. Если мы это делаем и не можем обойти, для нас они не второстепенные. Но Бог, когда будет разбираться с каждым из нас, Он будет разбираться не в соответствии с нашим мнением, что второстепенное, а что нет, а в соответствии со своим мнением. И говорит, а ты не суди, почему? Вы помните, я об этом напоминал. И говорил мне один раз. Говорит, не суди того, кто ест. Потому что Господь сказал, все можете есть. А неможны и есть овощи. Он говорит, нельзя есть мясо. Это же надо сначала убить, а потом съесть. И он в силу неможны своей веры. Он не ест мясо. Он питается только овощами. Ну, если что, и лечатся люди. Я не об этом имею в виду. Я имею в виду сам подход питания. То Библия говорит так. Не осуждай. Почему не осуждай? Потому что тот человек, который ест овощи, он же думает, что он правильно делает. И он благодарит Бога. Говорит, Господи, благодарю Тебя, что Ты мне открыл. Они ничего не понимают. А я-то знаю, что надо только овощи есть. И слава Тебе, Господи. За что Ты его судить будешь? За то, что он меня благодарит. А ты, который ешь овощи, ты не имеешь права осуждать того, кто ест все. Потому что, во-первых, так написано. А во-вторых, а другой человек, который все ест, он тоже говорит, Господи, благодарю Тебя, что Ты мне открыл, что можно сегодня есть все. И свинину, и говядину, и... Ну, ешь. Ну, естественно, я имею в виду, еще раз напоминаю, рыжь не идет о водке, потому что это наркотическое средство. Это не питание. И, допустим, курение. Это не питание. Поэтому я веду речь о питании. Я не веду речь о тех веществах, которые губят человека, и его убивают же. Я об этом не веду. Потому что это не пища. Это не пища. Это то, что-то такое демоническое. Бог не для этого эти растения создавал, чтобы человек мог в какой-то мир заглянуть в этот духовный мир, который он потерял от того, что с Богом разобщился. И значит, что наркоманы, они ловят кайф, как они говорят. Но это что? Это же не нормально. Они имеют связь с демоническим, поэтому эту не пищу. Потому что прошу разницу поставить еще раз. И для тех, кто, может быть, сегодня меня впервые слушает, и для тех, кто будет вопросы задавать, вот такую хорошее. А почему нельзя? Потому что написано, что все можно. Мы сегодня делим на пищу и на то, что не является пищей. И что никому не надо. А что вообще является врагом для человека. Потому что я просто обращаю еще не внимание особое. И потому что здесь мы еще на Писании очень сильно настаивают на том, чтобы мы научились говорить правду и в то же самое время не осуждать людей, а говорить им в таком духе, чтобы они могли понять кое-что и обратиться к Богу. Все правильно расставить на свои места. И второе, на что я сегодня хочу обратить внимание. Мы не должны, когда мы служим Богу или проповедуем, или делаем что-то, думать, что мы одни поселены на земле и больше с нами никого нет. Я поясню, что я имею в виду. А вратак, интересно, я тот и тот, являюсь чем и чем, я имею в виду, может быть, в некотором мере конкретный случай, и я под ним буду подделываться. Пусть они под меня подстраиваются. Я знаю, что это не грех. Вроде бы, вот с такой точки зрения, с неглубокой. Но и правда. А что, если он знает правду, то почему? Он должен подстраиваться под кого-то. А Библия говорит. Не так. Ты живешь не один. И твое поведение оказывает влияние на других людей, которые находятся рядом с тобою. И ты, когда что-то делаешь, учитывай и их мнение, и их желание, а не только свое. Ты имеешь веру? Ну, имей ее сам в себе перед Богом. Я еще раз прочитаю этот стих. Это очень такой важный стих, потому что в настоящее время не знаю, откуда это учение взялось, но выражается в чем. А почему мы должны подстраиваться? А почему? Пусть не идут, пусть не смотрят, пусть не слушают то, что я говорю, когда-то там круто или еще что-то, но пусть не слушают. В Библии такого учения нет, которое дает нам право делать все, что нам хочется и не обращать ни на кого внимания. Если в таких случаях не будет промову греха, не будет промову преступления Слово Божие нами, то будет грех соблазно. И это такой грех, которого не избежал никто. Это вот такое явление в жизни людей, в жизни христианства, что его не избежал никто. И даже на Иисусе Христе что было? Соблазнялись. Да, я не ошибаюсь, и я не унижаю жизнь Иисуса Христа. Он не сделал никакого греха. Он не дал никакого повода людям, чтобы они соблазнились. Но тем не менее, Библия говорит, соблазнялись о нем. Поэтому, наверное, никто из нас не может стать на уровень Иисуса Христа. Мы иногда и сказать можем, не подумавши что-то, и сделать, может быть, не подумавши что-то. Но в чем заключается цель нашего хождения перед Богом? И если мы дали повод, мы будем отвечать за это. Но если мы не давали повода, а кто-то соблазняется, не переживайте особо. Не переживайте особо. Потому что такое явление существует. И я еще раз говорю, что и соблазнялись об Иисусе Христе, потому что говорили, не плотненько ли он сын, не его ли мать называется Мария, и счетствы и братья не находятся ли между нами, и даже исчезают, и соблазнялись о нем. Но он был совершенно не виноват в том, что о нем соблазнялись. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня по-особенному обратили внимание настолько, насколько это возможно, насколько позволяет нам наш духовный возраст не давали повода никому для соблазна. А то, что не по нашей вине произошло, будьте спокойны, и особенно не переживайте. Почему я это говорю? Потому что очень есть много таких случаев и таких вопросов, которые вызваны не каким-то негативным поведением, личность определенной, но других людей, которые все видят не в том свете. Потому что очки у них самих одеты. Поэтому они соблазняются. Вы поняли меня хорошо? Так вот, наша цель и наша задача, моя и ваша, не давать никому соблазна и повода. Но если у кого-то он появится, но вы не виноваты, тогда не переживайте особо. Всегда помните, что есть текст Писания, который освещает и говорит так, что для чистых все чисто, а для оскверненных и нечистых что? Для них нет ничего чисто. Почему? Ум осквернен и совесть. И они оскверненный ум, оскверненную совесть смотрят на всех и все видят в своем свете. Возьмите вы сегодня оденьте очки красные и все будет красным, правда? Но никто не станет красным. Возьмите оденьте зеленые очки и все будет зеленым казаться. Хотя по сути дела все осталось таким, каким оно есть на самом деле. Поэтому я просто хочу обратить внимание, чтобы мы никогда так не думали и не утверждались на том, что пусть не смотрят, пусть там много еще что не делают. Библия говорит имеешь веру, имеете сам себе перед Богом. И следующий пункт, который я сегодня опять повторю и застру внимание. Блажен кто не осуждает себя в том, что избирает. Это уже относится нам как личностям к нам конкретно. Потому что дальше написано осомневающийся и есть и есть осуждается потому что не поверят. А все что не поверят что грех. Поэтому не надо тех людей я опять возьму пишу, потому здесь как раз то о пишке идет речь. Хотя Павел внимание на пишу не концентрирует, он просто такую линию взял генеральную и ее распространяют на многие вопросы, но взял заставание пишу, что тогда наверное было очень важным, особенно когда только что закон был исполнен Христом и отменен за то исполнение. Евреи привыкли делить все на пишу чистую и не чистую и у них проблема была в этом вопросе. Кто говорил особо по этому поводу не сражайтесь и не воюйте. Вы помните он однажды сказал так, что говорит все мы должны одинаково мыслить, но если кто по-другому мыслит, то пока живи так, как твой разум подсказывает, а в опасности Бог тебе и эту откроет. Но еще ты сегодня не имеешь веры. Допустим, что можно есть мясо, а будешь есть его, то будешь грешником, потому что у тебя веры нету. И дьявол через сомнение, который будет все время бить себя через разум, он лишит себя всякого мира. Поэтому если в чем-то сомневаешься, делать или не делать, кушать или не кушать, идти или не идти, не иди, это лучший вариант. Потому что если пойдешь, или скушаешь, или сделаешь, то дьявол будет мушать через мысли сомнениями, ты согрешил, ты согрешил, ты согрешил. А это ляжет на тебя. Потому что ты это допустил в жизнь, вот это сомнение. Поэтому Павел говорит, блажен, кто не осуждает себя в то, что избирает. Но опять повторяю, это касается второстепенных вопросов, которые не являются фундаментальными, на которые можно не обращать внимания. когда дело касается вопросов фундаментальных, то вы помните, как Павел себя вел? Он говорит, мы не на час им не уступили, чтобы истинное благоествование сохранилось и у вас. Поэтому не надо путать одно с другим. А о том, как это дело, чтобы вот эту истинную донеси, вы помните, мы говорили, как Павел делал, с иудеем был, как иудей, с подзаконами, как беззаконами, с язычками, как язычник, но не был чужих закона перед Богом. Он таким образом сохранял общение с людьми и через это мог влиять на них, мог оказывать на них влияние, открывать им глаза. Поэтому это довольно серьезный вопрос для нас, и мне хотелось бы, чтобы мы на него обратили внимание. У нас в этих вопросах существует до сегодняшнего дня очень много проблем, очень много столкновений, очень много непониманий. И я думаю, мы не один раз будем на это обращать еще внимание, потому что вот о чем я говорил, а вы слушали, и наверное сами читали, они не дают полную картину всего, что происходит. Мы все сегодня частично смотрим. Может быть, с какой-то одной стороны, может быть, ну какой-нибудь определенной пропорции, но на 100% наверное трудно нам будет все охватить. Не раз будем к этому вопросу возвращаться, и не раз будем об этом рассуждать. Но хотелось бы, чтобы мы не только рассуждали, но чтобы мы начали жить так. Потому что если мы даже набьем свою голову так, что все будем помнить, все будем знать, но не будем жить так, это не даст никакой пользы. В конечном итоге, в конечном счете. Поэтому это очень сегодня для нас важно, и мне хотелось бы, чтобы мы на это обратили внимание. А сомневающийся, есть ли есть, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Вот и Бог ставит нас такие вот интересные условия. Но я хочу сказать, если мы будем жить для Господа, если будем богобоязненными христианами, то мы будем расти в нашей вере. Вы знаете, что вера наша растет, правда? Возрастайте в познании, возрастайте в вере, и чем более на основании Слово Господне. Мы будем возрастать в вере, и чем больше будет от нас отваливать вот этих проблем, которые второстепенны, для нас они очень главные. Но на первый план будет выходить нечто большее, чем мы имеем на сегодняшний день. Хотя хочу напомнить, что вера, она растится трудно. Вы помните, я вам напоминал об этом. когда человек просит, что Господи, умножь веру мою, то он, как правило, попадает в очень трудные обстоятельства. И он даже тирает ту веру почти до конца, которая у него была. Вы помните эту мышь, которую я вам говорил? Что не удивляйтесь, если вы начнете молиться. А эта молитва, наверное, присуща христианинам, потому что и апостолы просили, Господи, умножь нас веру. Помните? И Бог ее умножал в трудных обстоятельствах. Видели дела Господа, видели Его могущество, но когда оказались на бушу ищем море, то вся вера пропала. Помните, как они кричали, что Господи, спаси нас, погибаем. И когда Иисус запрытил ветром и мору, и делалась великая тишина, они опять задали вопрос, кто ж этот? что и море, и ветры повинуются Ему. Он уже после этого, они уже имели веру, что и море, и ветры, и природа Ему повинуются. А до этого они верили, что Он исцелять может, освобождать от демона. И многое другое Господь делал. Библия говорит, что об этом даже не написано. Много что делал. А что ветры и море повинуются Ему, они этого не знали и веры не могли иметь. А когда сами побыли в страхе, и когда Господь приступил к ним в самый ответственный момент, когда они уже веру теряли, они сказали, кто же этот, что и ветры, и море повинуются Ему. И уже стали верить. Поэтому и в нашей жизни мы иногда удивляемся, почему нас преследуют такие проблемы, почему одну беду не успел пережить, приходит другая. Ну что, когда Бог формирует веру нашу, Он имеет две стороны. Одна это проявление Его силы, это исполнение Духом Святым, это Его прикосновение, а вторая сторона, Он ставит нас в трудные обстоятельства. Когда мы теряем веру, которая была, почему мы ее потеряли ту веру, которая была? Потому что ее не хватило на данную ситуацию. потом мы ее потеряли. Все, Господи, веры нет. Вы не один раз так говорили, правда? Все, хотел бы, но нету этой веры. Но когда вы последствия, когда вы теряете эту веру, вы проходите с помощью Божией, однажды Господь открывается для вас, однажды Он обнаруживает себя еще с одной стороны, и у вас эта порция веры становится больше, вы уже способны принять то, где потеряли, больше веры вложил, но для этого теряется вся, и ложится другая порция, но более крупная. Вера не наслаивается килограммами, я не знаю, как вера меряется, как ее сила меряется, я просто взял произволь, допустим, килограммами, и не может быть, что у вас 10 килограмм веры, и Бог взял, добавил вам еще один, потом еще один, такого не бывает, он заберет все 10, а потом на это место положит 11, потом заберет 11, и на это место положит 12, или 20 сразу, но не знаю сколько, поэтому не удивляйте, если вы станете молиться, и потом серьезно просить Господа о том, что Бог умножил веру, ожидайте, что придут испытания, в которых нужно будет устоять, я уже не говорю о терпении, не говорю о других вещах, а сомневающиеся еще есть осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех, вот какое значение сегодня имеет вера, еще даже для кого-то из вас, по вашей вере, доступно есть мясо, и Библия в этом не противоречит, никакого греха в этом нет, но еще я не имею веры на это, потому что у меня такая вера, что мне только можно овощи есть, и я буду есть мясо, то будет грех, потому что веры у меня на это нет, поэтому я бы хотел, чтобы мы с верой разбирались каждый день, ну и конечно же, а я допустим против такой веры, которая основывается не на слове Божьем, Библия конкретно говорит, что в христианстве этого не должно быть, а люди утверждают, а у меня совесть, у меня есть вера, что можно, это уже не вера, это уже обман, это самовнушение, и нельзя путать веру с самовнушением или внушением, это две разные вещи, вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь, явно читают Библию, что нельзя, а у нас пишут, а меня совесть несут, у меня есть вера, что Бог, ну если говорить, что Бог не простит, есть вера, но наверное еще полбеды, а когда утверждают, что можно, тогда уже совсем по-другому оборачиваться вся ситуация, и все дело по-другому выглядит, поэтому я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили особое внимание, еще раз подчеркиваю, что вера основывается на Слове Божьем, на том, что утверждает Слово, не на том, что нам хочется, и не на том, что мы придумали, не на предание какого-то рода, она основывается на Слове Божьем написано, если мы основываемся на Слове написано, это вера, если мы не находимся, чтобы так было написано, это не вера, это подделка под веру, это не вера. Берем двадцать четвертый стих, мы на нем не останавливались, если останавливались на очень короткое время, могут утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено. Я читаю, что 25 стих, потому что здесь одна мысль, но которая ныне явлена. и через Писание пророческое по повелению вечного Бога возвещено всем народам для покорения их вере. Здесь очень ценный стих, чем? Во-первых, что лежит на самой поверхности? Можем утвердить вас по благоествованию моему и проповеди Иисуса Христа. Это единственная сила, которая может утвердить в вере, утвердить во спасении. Апостол Павел говорит, по моему благоествованию, где мы можем найти его благоествование? Когда мы читаем его послание, то мы тогда знаем, что он проповедовал и о чем благоествовал. Правда? А иначе как узнать? И мы сегодня благодарим Бога за то, что Бог дал нам Священное Писание, которое можно открыть и без всяких добавлений, без всяких традиций узнать, что же проповедовал Павел. Вы помните, он подупреждал Галатов? Он настолько был уверен, что он проповедовал все, что надо было проповедовать. Конечно, все истины фундаментальные он проповедовал вот то, что написано. Но я думаю, что он гораздо больше посланий написал и гораздо больше проповедей сказал, чем мы сегодня читаем. Это однозначно. Это было неплохо, чтобы его все проповеди сохранили. Тогда, наверное, кое-что повторно могли бы в другом варианте изложены. Вы знаете, есть некоторые вещи, которые одинаково к конечной цели приводят, но они изложены по-разному. Когда мы прослушали одного проповедника другого на ту же самую тему, мы имеем более полную картину. Поэтому, конечно же, все послания Павла не сохранились. Об этом, допустим, Библия говорит, допустим, Павел говорит, а то послание, которое к ладикейцам, прочитайте и вы. Но у нас его нет. Что он писал ладикейцам? Да и в других местах Писания мы находим, что он писал письма, но они не дошли до нас. А вот то, что дошло, то Павел утверждал, если бы даже мы или ангелы с неба пришли и стали вам благовествовать не то, что вы приняли, да вот анафема. Помните это место Писания? То есть, что Павел говорил? Держитесь того, что я вам говорил вчера. Я точно знаю, что это правда стопроцентная. Если я сегодня буду говорить по-другому, то и меня не принимайте. Не принимайте и меня тогда. Потому что вот то, что я говорил, если я буду говорить сегодня еще раз, я буду повторять ту же самую мысль, ту же самую глубину. Я не могу уклониться, сказать что-то противоречить тому, что я говорил вчера. И вот то, что Павел говорил, оно у нас есть. И мы сегодня можем проверить, на чем основывается наша вера. И здесь она основана на тех писаниях, которые Павел говорил, которые Иисус Христос проповедовал, Петр, Иоанн и так далее. Значит, это вера. Здесь она основана не на том, что это не вера, это подделка под веру. Это не вера. И мы должны это очень хорошо и твердо запомнить. И здесь Павел, наверное, не первый раз говорит, можем же утвердить вас. Он имеет в виду Бога. Вот это слово могущему, могущему же утвердить вас относится к Богу. Но что Богу для этого надо? Благовествование наше, чтобы мы говорили то, что написано. И проповеди Иисуса Христа. Речь не идет о тех проповедях, которые Иисус говорил и их пересказывает. Но проповедовать Христа распятого имеется в виду. Потому что излагать учение и не дать ядра этого учения фундамента Иисуса Христа в это учение кажется очень высоким и невыполнимым для нас. Вы помните прошлые времена? Моральный кодекс строителя коммунизма. Человек человеку друг, товарищ брат. Много что написано. Это было взятое Писание. Но когда вычислили Христа из жизни, то вот это предложение будьте такими, оно повесло в воздухе. Люди разглажились, потеряли очень много из своего морального облика, даже из прошлых лет. И зная, к чему надо стремиться, строя светлое будущее, зашли в тупик, потому что отвергли центр этого будущего. Вы понимаете, почему Павел здесь так сказал? Могу же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа. Вот отнимите вы одну из частей, вот начинайте говорить людям, что есть Бог, есть Иисус Христос, но не давайте учение, которое Христос давал, и это не принесет пользы, потому что Христос продает определенные требования, у Него определенные законы есть, жизни, у Него есть заповеди, у Него есть учение, и говоря о Христе, говори, что Он требует, что Он хочет, и тогда это будет полноценная работа, а можно говорить, как я уже говорил, учение давать, но не направлять людей ко Христу, а учить, сам это делает, и тоже ничего не получится, вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь, вот эти вот очень короткие слова, они очень важны для нас, во-первых, они отвечают на вопрос, что Богу нужно от нас, и это написано в тексте, мог что утвердить нас, но кто надо просто утвердить, Бог, что надо для этого, апостол Павел говорит так, по благовестванию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, о чем было умолчено от вечных времен, о церкви, о спасении через Голгостскую жертву Христа. И если об этом было сказано, а вообще об этом говорит вся Библия о спасении через кровь Христа, но это было в символах, и люди не все понимали, о чем говорит Федский Завет, о чем говорили эти обряды, которые совершали священники, они не понимали, потому что они поняли, что кровь пасхальных мне давно Пасху праздновали, указывало на кровь Христа, то не говорили бы на слова, что Иисус Христос пострадать надо, вы помните, что они говорили, что вы нам вкладываете, в Библии или в Писании написано, что меси или помазник пребывает вечно, а вы говорите, умирать будет, вот священники совершали эти обряды, но они не совсем понимали, о чем речь шла, они думали, что кровь, чельцев и казну уничтожают грех, это была одна из причин, почему они Мессию не приняли, они хотели как цара принять, вы помните это местописание, как могучство властелина, который должен освободить людей от игоравства, накормить их, помните, когда накормил вот этим петчу хлебами, то они хотели царом сделать, но дело-то было не в этом, они самой сердцевины не понимали, это было все сокрыто в символах, сегодня, когда мы уже знаем, что совершилось, когда смотрим через победу Христа на священное писание Ветхого Завета, мы уже понимаем, о чем они говорили, а в то время они не понимали, о чем речь шла, а когда Иисус пришел и стал говорить об этом, они это принять не могли, как страдающим Мессией, и до сегодняшнего дня, кажется, это 53 глава, евреи не принимаете как главу об Мессии, это пророки, это еще о ком-то, только не о нашем царе, не о нашем Мессии, который должен прийти, вот насколько для них это было трудно, это была тайна, и потому, когда речь идет в Библии о тайнах, есть несколько мест, которые говорят о каких-то тайнах, не связанных с тем, что я теперь буду говорить, а вообще, когда мы имеем тайну, речь идет о Церкви Христовой, или о нашем спасении, слушайте, еще раз читаю, вот, только вот это один стих, я пока что не буду переходить на другие тексты, я только беру два четвертых стих, еще раз его перечитываю, «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие по повелению Вечного Бога возвещено всем народам для покорения их веры, а по вере то строится Церковь, правда? Спасение по вере после Голдовской жертвы Христа пришло, вообще веру нельзя выбросить со счетом и во время Ветхого Совета, но там было немножко по-другому поставлено, там было так, вер, что если ты будешь исполнять закон Божий, ты будешь жить, помните? А теперь совсем по-другому, по вере ты уже живой, без всяких своих дел, но если ты живой, то поступай по Писанию, иначе ты просто обманщик. Кажется, я одно и то же сказал, но это далеко не одно и то же. И здесь через спасение по вере, по вере в Голгутскую жертву Христа, мы мгновенно при покаянии получаем спасение, и уже как спасенные люди, у которых другие стремления, которым хочется жить чисто и свято, мы это понимаем глубоко, мы начинаем жить по Писанию, потому что мы живые, а живые живут, а мертвые что? А мертвые не живут, им совершенно не надо то, что нужно живым людям. Вот это спасение по вере, оно было сокрыто от веков и родов. И в конце концов, когда мы говорим тайно, вы найдете не одно место Писания, но правда, когда мы говорим тайно беззаконие, конечно же, речь не идет о церкви. Или говорим о тайнах, которые на выходоносном кто-то должен был открыть, конечно же, речь там о небесном царстве, но не совсем о церкви, но когда Павел говорит о тайне, он имеет в виду церковь. И когда мы читаем в Откровении Иоанна, когда выструбил седьмой ангел, совершилась тайна Божия, как он благовествовал рабам своим проком, речь идет о окончательном или о последней точке поставленной строительстве церкви. Совершилась тайна Божия, совершилась или выросла, или сформировалась церковь Божия. Прочитаем в седьмой трубе, при последней. Мертвые воскреснут, то есть те, которые шли до нас, но имеют спасение во Христе, а живые в Христе изменятся и будут взяты встречения с Господом на блоках, и там всеумеще, как один организм, предстанут перед Христом, как перед главою. Это будет совершилась тайна Божия. Сегодня она в стадии строительства, в стадии совершения. и с одной стороны тайна. Почему? Потому что от вечных времен было умолчено, но даже сегодня, когда мы знаем, что этой тайной является церковь, она все равно является тайной. Я когда-то об этом говорил. Почему? Потому что было пять мудрых и пять неразумных. Помните, все они сидели в собраниях, все они пели псалмы, все они молились. Я не раз говорил на эту тему, вернее, я эту тему не развивал конкретно как тему, но касался ее. И потом вместе уснули, помните? Потом для всех раздался голос, Боже, жених идет. И все вместе проснулись. И все вместе поправили светильники. И все вместе пошли навстречу жениху. А уже потом, потом, потом у пятерых начали гасить светильники. Помните? Масла не стало. Стали гаснуть светильники. А с самого начала как можно было сказать, кто мудрый и кто неразумный? Одинаково вроде все было. Еще раз повторяю, если бы мудрые бодрствовали, а неразумные уснули, сказали бы, ну, ясно. Они все уснули. И все спали, и все пробудились, и все вышли, и все шли, но пять не дошли. Вот в чем проблема вся. Поэтому мы сегодня никак не можем сказать о ком-то, что ты продлежишь к печи немудрым. Тайна. И кто-то однажды очень правильно сказал, я думаю, что это так, что многих из тех, которых мы ожидаем встретить в вечности, не встретим. Не встретим. А мы, кого не ожидали, встретим тайна. Сегодня все стремимся, все молимся. Но хочу сказать вам, вот эти пятни мудрых, на них их вина была. Это было не определение Божие, что было пять мудрых и пятни хочет, чтобы все были мудрые. Но вы сами знаете, хотя бы сегодняшний день, я никого не укоряю, не в счете, кто мог прийти на разбор. Не пришли только потому, что невозможно было. Я в это лично не верю. Одни пришли, нашли возможность, оставили все. А другие, да, есть такие, которые не могли, они больные. Есть те, которые работают на работах, но есть те, которые могли быть, но не просто не пришли. Согласитесь, что это так. А раз не пришли, значит, потеряли. Потому, как правило, Бог не повторяет то, что говорил. Есть некоторые причины, некоторые моменты, они очень редкие. Когда Бог повторяется, но я по себе знаю, очень редко Бог что-то повторял. Если уже не уловил, то и не уловил, что была моя вина. Вы понимаете, в чем я веду речь? Очень редко повторяется, но очень много раз не взял по своей собственной вине, все потерял. Поэтому я сегодня на это особенно обращаю внимание, все-таки Бог дал нам возможность стремиться быть в пяти мудрых. И это зависит от нас, от нашей ревности, от нашей ответственности перед Богом. Но соглашитесь, что спасение или вечная жизнь это такая большая гира на весах, что равной ей нету. вы с этим согласитесь, наверное. Ну дайте на земле все. Но для тех, кто не верует в вечную жизнь, кто не верует в воскрешение, им, конечно, на этом крест можно поставить, ну вы там рассказываете, вы думаете сказки, но мы знаем, что это реальность, мы знаем, что это не сказки, это не бред больной головы. Есть вечность, и сегодня даже ученый мир об этом говорит, что есть другая жизнь. Есть нечто то, что мы не постигли, не понимаем, но наказывают влияние на нас. Хотели были, не хотели, но Бог дает о себе знать. Вы знаете, что есть довольно немало свидетельств тех людей, которые умерли, тот же самый негр, которым вы, наверное, видеокассету смотрели. Может быть, кто-то не знает, когда он разбился на машине сильно, потом жена имела веру, не разжила хоранде, это, наверное, дня через три. Ему показали морг, где он был, ему показали, как его хоронили, показали, где его тело лежало, он после ходил рассматривал. Но Бог дал то свидетельство о том, ну, конечно, можно сказать, это выдумка, можно, но это не поменяет самой сущности существующего, что сегодня есть в мире, есть другая жизнь. Поэтому хотим мы или не хотим, зная это, у нас нет ничего уравновесить то, что сегодня существует. Но проживаешь еще сто лет, но будешь иметь не один дом, а три. Ну, что вы хотите что иметь? А потом придет время, все оставляешь на земле, а там вечность. И вечность без Бога. И, наверное, вообще-то перед Богом никто не оправдается. Библия так говорит. Никто не оправдается перед Богом. Но я как бы немножко фантазирую, но логически мыслью. Если человек был бедный, ну, там, допустим, была как-то хилая лачушка, и не знал, как найти пропитание, но он может сказать, Господи, ну, что ж ты, я все время в работе был, мне некогда было помолиться, но когда имеешь один, два или три, и полуешь все, что надо для жизни, и погиб. А тебе чего не хватало? Вы понимаете, о чем я веду речь? Ты потерял самое главное, но прожил 70, 80 лет, а дальше все? Да и наврат ли мы в наше время и проживем столько? И по нашему физическому здоровью, и по времени, который очень коротко? Потому все-таки, наверное, самый главный вопрос, это вопрос вечности, он стоял и будет стоять. Еще сегодня мы стонем трудно жить, правда трудно жить. Если бы сегодня кому-то из вас сказали, вот ты так будешь жить все время, вот эта болезнь себя будет мучить, вот ты будешь так работать, бояться, все, то мы сказали бы не такой жизнь мне не надо. Если я сегодня живу, то я живу надеждой, что завтра станет по-другому лучше, потому что люди, которые думают, что будет хуже, они очень часто кончают жизнь самоубийством, они выхода не видят. Они не видят выхода. И вы представьте себе, что придется так жить всю вечность. Да не так. Это нечто гораздо более страшное. Вы помните, я вам рассказывал, когда я захотел узнать, что такое адская боль? Вы помните, я вам говорил? И когда заболел этим воспалением легких, и когда уже бредит стал, то Бог сказал, это тебя адом потянуло из ада. Это не адская боль еще. Это на тебя только потянул хочется кричать, говорить, но кричать-то я уже не кричал. А кричишь легкие, больно становится, потому что вы знаете, что такое легкие. Мы говорим за счет воздуха, который входит, выдыхаем, выдыхаем, больно становится. И молчать тоже невозможно, потому что болит. Поэтому то, что сегодня мы слушаем и пытаемся вникнуть, чтобы суть Божий познать, это не просто потому, что Богу нечего делать, Он там на небе все, что сделал, и надо с нами позабавляться. А для нас тоже это не игра. Это очень серьезный вопрос. Вот уникай в себя и что? И в учение, занимайся с ним постоянно, и так поступай, что будет? Во-первых, себя спасешь, а потом что? И слушаешь тебя. Поэтому это не просто время провождения, что от ничего делать. Вот пришли, поговорили, порадовать, нечто новое услышали и пошли домой. Нет, это все дано для того, чтобы исполнение прошло в жизни. Чтобы было этим законом жизни нашей, притом не вымученным, вот Библия так говорит и надо, а чтобы с радостью выполняли, вот цель Божия работы над нашими сердцами. Поэтому Павел здесь говорит, могу утвердить вас по благослованию моему, и в проповеди Иисуса Христа, вот, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено. И мы сегодня, язычники, больше, чем кто-либо, я имею ввиду евреев, наполняем вот это строение, которое из церкви Христова. Евреи сегодня, они когда церковь строят, они не идут как евреи, на уровне с язычниками. Покаясь прямо Христа и будешь жить. Да, для них еще время есть, Бог с ним будет иметь дело, как с евреями, придет другое время, но на сегодняшний день нет уже ни раба, ни свободного, помните, Павел говорил, ни иудея, ни елина, ни мужеского пола, ни женского, но вообще одного Христа Иисусе, Господи нашим. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня это поняли, и чтобы когда Господь заберет свою церковь, чтобы мы были в числе пяти мудрых, а пока сегодня мы друг другу помогаем, увешиваем друг другу, молимся друг за друг, потому что не хотим самим быть в числе пяти немудрых, и не хотим, чтобы кто-то был в числе пяти немудрых. И этого можно избежать, если серьезно отнестись к своему спасению и к учению, которое Господь сегодня дает. Подтверждение того, что это о церкви идет речь. Я читаю из послания к колоссианам. Я немножко буду переходить в другие послания, потому что будет легче последствия понимать, когда уже будут наметки сделаны, когда первый раз что-то выкладываешь, очень трудно воспринимать. Когда повторяется раз за разом, тогда оно легче воспринимать, что-то уже есть. Остается только добавить кое-что. Смотрите, смотрите, что Павел говорит. Ныне, это послание к колоссианам, первая глава, 24-29 стихи. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Вот это один из текстов, который говорит о том, что телом Господа или членами тела его является церковь. Или живые люди, которые спащенные Господом, омытые кровью Христа и крещенные Духом Святым. Потому что написано, вы одним Духом крестились в одно тело. Помните это местописание? Которое сделался я служителем по домостроительству Божию, верному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Что исполнить? Тайну сокрытую от веков и родов. Смотрите, не открыть тайну, а исполнить тайну. Значит, речь не идет о каком-то таинственном явлении или о чем-то спрятанном. Речь о живом организме. Еще раз читаю. Чтобы исполнить Слово Божие. Тайну сокрытую от веков и родов. Ныне же открытую шпет им его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы втанящей для язычников, которой есть Христос в вас. Вот эта тайна есть Христос в вас, упование славы. Вы больше нигде не найдете никакого строения, в котором было бы написано, что есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой примуды, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе Господе нашим. Я просто перешел с одного послания к другое, чтобы показать еще раз, что когда речь ведет Павел о тайне, то он ведет речь о церкви. И с одной стороны, это уже не тайно, что то церковь называется тайно, это открыто, а то, что никто не знает, кто там будет еще, это свой вопрос, это все-таки тайно с этой точки зрения. Вот когда окажемся у престола Божия восхищенными, тогда будем видеть всех, кто вошел туда, а пока что не знаем. Убеждаем всех, чтобы все уходили, чтобы освещались, очищались, но Библия говорит, не все этим подорожат, не все соответственно подойдут к этому вопросу, и будут жить по принципу исковерканной Библии. Сначала все земное, а Царство Божие приложится. Хотя Библия говорит, ищите прежде всего, что? А? А люди живут часто исковерканной Библией, все для земли, а Царство Божие как-нибудь приложится, ну как-нибудь войду, до дверей как-нибудь дойду. Правда, один брат с Америки, я тоже об этом говорил. Когда его сказали, зачем ты так сделал? Там он одну вещь делал, очень нехорошую. Кто помнит, вспомните, кто не помнит, не буду говорить, что? И когда его хорошенько прижали, ну как же ты, говорит, Царство Божие думаешь, он говорит, братья, я только до дверей, я туда не войду. Он хорошо понимал, что он делал, и очень продолжал заниматься и в Америке, он сказал, я до дверей, я до дверей, а в Царство Божие я не войду. Поэтому я бы не хотел, чтобы кто-то нас планировал до дверей. Это никому не доставляет радости, и нам самим в том числе. И нам самим в том числе. Поэтому мы сегодня настраиваемся серьезно на жизнь перед Господом, и для Господа это важно. Не все у нас получается. И не все может получаться так быстро, как мы хотим. Но если Бог видит наше искреннее желание, Он помогает. И когда просим прощения, прощает. И мы имеем надежду, мы имеем надежду на то, что будем жить с Господом в Святой Вечности. Но которое ныне явлено, а которое от вечных времен было умолчено. Но которое ныне явлено. И через Писания пророческие по повелению вечного Бога. Я особенно сегодня это хочу отчинить, потому что есть некоторые религии, некоторые люди, которые разделили Бога и Христа. Бог как судья, как наказывающий, ищешь, как наказать, а Христос как спаситель. И как будто между ними война идет. Один чтобы только наказать, а другой всеми силами спасти. Библия говорит, что все они делают одну работу. У Бога нет желания наказать человека. Но он просто не может скрыть того факта, что если человек будет в грехах, то придется наказывать. И притом очень серьезно. И притом на всю вечность. Если бы он это скрыл, тогда было бы с его стороны очень плохо сделано, он говорит то, что есть. И именно он приготовил Христа, чтобы пошел на распятие. Это от него исходило. Вы помните место Писания? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал кого? Сына своего. Между ними противоречия не было. Это был единый план. А у людей вырисовалось, что отец это палач, который только наказать, найти что-то убить, набить и так далее, но один Христос, слава Богу, стал в защиту и противостоит Богу и хорошо получается. Это неверно, это неправильно. Потому здесь и отмечено, но которое ныне явлено, и через Писание пророческое по повелению вечного Бога возвышено всем народам для покорения их вере. И вот это покорение их веры тоже нельзя рассчитывать только в том аспекте, что надо верить, что Бог есть. Сегодня очень мало можно найти людей, которые отвергали бы, что есть Бог. Одни, кто говорят, не хотят авторитет уронить в всех, кто в глазах, и только наверное единицы, которые все-таки верят, что Бога нет. Не думаю, что их много. А вообще люди верят и знают, что есть Бог. Но на этом успокаиваются. А верить не только означает верить, что Он есть. Верить заключается в том, чтобы жить так, как Он хочет по Слову Божию. Вот это называется вера. Ну, правда, если взять второй аспект веры, вера, женщина, осуществление неожидаемого уверенности невидимым, я этот аспект не затрагиваю. Но я имею ввиду предупреждение, которое апостол Павел Пасани Галатом написал, вот, братья, смотрите, уверен ли вы? Вы помните вот эту просьбу? Смотрите, уверен ли вы? Но если я брат, если я хожу в собрание, что мне ставить вопрос, уверен я или не в вере? А Павел ставит, ходить это одно, проповедовать другое, а жить это третье. И если веришь, что есть Бог, и знать, что Он хочет от нас, но не делать, это совершенно не значит стоять в вере. Это мертвая вера. Вы помните, Павел говорил, но знаешь ли, Яков говорил, знаешь, неосновательный человек, что вера без дел мертва? И сказали, и бесы веруют, помните? Ты говоришь, что веруешь, что Бог един, ты вот хорошо делаешь, но и бесы веруют, и трепешат, но они бесы, но они бесы, и они делают сегодня разрушительную работу, они мешают людям войти во спасение, они только верят, они знают, что есть Бог, они жили перед Его лицом, покуда не пошли все за Люцифером, за дьяволом, они не просто верят, они знают, я думаю, что и вы сегодня уже не верите, что есть Бог, а знаете, правда? верили до тех пор, покуда вы не получали от Него, когда стали конкретно получать, то уже не говорите о том, что вера, говорит, я не верю, я знаю, что Он есть, это уже немножко уровень выше, чем просто веру, веру, и когда уже знаю, это уже укоренение в этой вере, и я думаю, что еще немногие из вас могут сказать, я уже давно не верю, что Бог есть, я знаю, что Он есть, это две разные вещи, хотя все начинается с веры, если не будешь верить, то как ты будешь знать? Сказали сегодня кому-то, что сегодня будет разбор слова, вы поверили? А когда пришли сюда, и Он сегодня идет, вы уже знаете, вы уже не верите давно, как только пришли, зачем вера, когда вы видите, что Он есть? А чтобы сюда прийти, надо было поверить, чему-то слову, что сегодня будет богослужение, будет разбор слова. поэтому Павел здесь говорит о том, что вот эта тайна, которая была у тайна, она через Писание пророчески была возвышена всем народам для покорения их веры. Еще раз очень хочу напомнить всем вам и себе, что значит быть покорным веры. в конце концов, если говорить о конечном результате веры на земле здесь, это жить по слову Божьему. Значит, ты покорился вере. Если ты веришь, что есть Бог, но не живешь по слову Божьего, ты просто воюешь с этой верой, а не покорился вере. вы, наверное, переживали в своей жизни, что значит покориться вере. Может быть, не все, но я думаю, что есть среди вас такие, когда вам хотелось что-то сделать, но вы знали, что по вере так нельзя. И вы не делали, потому что вера ваша не дала вам не то, что желание, не дала вам возможности сделать это. Вы меня хорошо понимаете? Хочется, выгода, но знаю, что нельзя, и я не могу. Мне никто руки не связал, мне никто не посадил под замок, и я просто не могу нарушить. Я покорился вере. Если вы не испытывали такого состояния, то испытайте еще не раз. Я бы хотел, чтобы это так было. Иногда у нас борется что-то, потому что написано «плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти, они друг противятся, но когда в вашем счете написано слово веры, оно не дает возможности нарушить его. Хотя вроде бы вы свободны, можете делать что хотите, это не страх, вы поймите правильно, это не страх от возмездия, которое будет. Вера не дает возможности. Это значит покорился вере. Не знаю, насколько я доступно смог объяснить, что значит покориться вере, но я просто должен был это сказать, потому что не все это понимают и не все это знали. Как вера действует? В маршанале веры есть многое, чего не очень многие люди под страхом что-то не делают. Но это очень маленькая частичка способностей веры под страхом держать. Там действует другое. Там действует любовь, ответственность, не животный страх, что накажут. Хотя есть и эта часть. Вы помните, я не один раз напоминал, когда цитировал Писание, к одним будьте милостивы с рассмотрением этого слова веры, а других что делаете? Страхом спасайте и сторгай из огня. Потому что есть люди, которые только страхом можно взять. Один такой пример, может не совсем удачный будет, но когда я работал в Муроме, там был один молодой человек приходил, мы в столу приходили и он, он был немножко не того, с головой от него было ненормально. В полном смысле что, было видно, хорошо, что ненормально. Вы знаете, его можно было только страхом взять, сделать такие грозные глаза и крикнуть, все, ты больше ничего не брал. него говорить нельзя было, нельзя было убедить, еще куда-то упраться, но стоит только вот так вот в глаза сделать и крикнуть, все. И это в арсенале Божьем есть, но это не основное оружие Божие, его основное оружие Божие это любовь. но я думаю, если Бог находит, то вас можно взять только страхом и применять это, это тоже любовь. Это по любви Бог делает, чтобы остановить так и спасти душу. Это не ненависть, это не злоба, потому что у него злобы нету, но арсенал его приемов и оружия очень обширный. Он знает, как нас оставить, как нас тормознуть и как нас заставить думать о чем-то серьезном. Возвещено всем народу корень их веры. 26 стих. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. Это кончает вот эта глава. Наверное, мы уже долго ждали, когда эта глава кончится, но я думаю, что она очень ценная глава. И если даже еще раз будем перечитывать, если еще раз будем думать, то мы найдем еще здесь и то, о чем мы не говорили. Но Павел здесь подчеркивает еще одну мысль, что вся слава принадлежит единому и премудрому Богу. И здесь названо отличительное качество Бога не мудростью, а премудростью. То есть мудростью, которая стоит выше, чем остальная мудрость всего этого мира им сотворенного. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа. Вот без этой личности ничего нельзя достигнуть. И поблагодарить Бога тоже невозможно. Потому что написано, что Бог грешников что? Не слушает. И как бы мы не старались, как бы мы не ходили, допустили одну мышь о ком-то плохую и все осквернились. Но мы сегодня благодарим Бога. Все, что мы не делаем, молитвы наши, прошения и благодарения, они направляются Богу через Христа. И когда они проходят через Него, Бог смотрит через кровь Христа на нас, через Его заступническую молитву и видит нас святыми и принимает наше благодарение. И это благодаря Господу нашему Иисусу Христу, единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. То есть слово аминь, вы, наверное, знаете, что-то не означает конец, означает истинно то, что сказано. Мы участвуем по Нему аминь, это конец. Вставай. Аминь. И особенно я наблюдал от того, что не знали значения этого слова. Остановить пророка, который полез не туда куда, а говорить аминь, аминь, вставай. То есть подтверждать правильно делаешь, все истинно. Просто запомните, что аминь означает не конец. Вы помните о Христе так говорит аминь, начало создания Божия, о Христе. Истину истину. Так что если кто-то начинает делать не то, что надо, молится или проповедует, то не хлопай по плечу, не кричите аминь, аминь. Иначе это будет, что вы подтверждаете то. Ну, конечно, когда не знает человек, то ему простительно. Но когда мы знаем, то уже не надо так делать. Потому что мы знаем, что нельзя неправду называть истиной. Следующая глава 15 глава, она тоже очень важна для нас. Я читаю первый стих и второй. Тут тоже одна мысль сокрыта. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Вот этот текст не надо слушать слабым. Он не относится к слабым, он относится к сильным. Но, как правило, слабые слушают его и требуют от сильных выполнять их прихоти. Вы поняли, почему я на это обратил внимание? Он не для слабых написан. Поэтому, кто считает себя слабым, закройте уши. Я говорю немножко с юмором, вы все слушайте внимательно. Но, слушайте, еще раз считаю. Мы сильные. Кому это относится слово? Не к слабым, а к сильным. К слабым здесь ничего не написано. Мы сильные. Но слабые часто говорят так. Я слабый, и ты должен нести мои немощи. Вот они не знают, что делать со своими немощами, как слабые, но они знают, что сильным надо делать. Вот это наша беда, что мы знаем то, что нам не надо знать, и что к нам не относится. Мы знаем, что относится к другим, но совершенно не хотим знать, что относится к нам. Если ты слабый, ты старайся не нагружать сильного, чтобы он нес, а старайся тоже быть сильным. Так есть такие слабые, которые все время хотят, чтобы их считали слабыми и насилием. Я в этом немножко буду говорить. Здесь наверное очень трудно поставить грань слабый и наглый, слабый и потерявший совесть. Я думаю это не одно и то же. Это не одно и то же. Хотя допустим можно под эту крышу слабого залезть всякому и объявить себя, что я слабый. Но вот эта слабость очень неприятная. Когда мы читаем, что жена есть немощный сосуд, это немощь это другой такой немощи, что не переубедишь и не заставишь делать то, что надо. Вы поняли меня, о чем я говорю? Вот то, что названо немощью, в самом деле, оно чинить которое трудно перелезть. И это немощь, это не немощь молчать, это не немощь подчиниться, это немощь перестать говорить, это немощь перестать сопротивляться. Вот чем вся проблема, почему эти немощи трудно носить. И тут же надо говорить, наверное, не о немощи, а немножко по-другому что-то расставить. И Павел здесь учит. Вот после того, вот он имел ввиду. Вот все то, что перечислено, о чем мы говорили, это есть немощь веры. Помните, мы читали, из этого погибет немощный брат твой. поэтому не губи пищи того, за кого Христос умер. Вот о каких немощах идет речь. Но когда упрямы, с одной стороны, это немощь, но с другой стороны, мы не можем потакать его упрямство. Вы понимаете, насколько здесь непросто иногда разобраться, о чем идет речь, о чем Павел говорит. Если бы это было так, то не было таких советов, как запрещай, увешивай, тут уже дело не в немощи. Тут наверное надо по другому состоянии человека назвать. Или это упрямство, или это что-то другое. Но Павел и эту сторону не входит. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Это продолжение темы. Нас иногда смущает что? Разбитие наглавы. И как-то у нас уложилось в голове, если голова кончилась, значит кончилась и мысль. На самом деле Павел наглавы не разбивал. Он писал письмо. Одно вытекало из другого. Одна мысль дополняла другую. Поэтому вот это 15-я глава, это продолжение 14-й. И Павел говорит, что мы сильные должны снащить немощи бессильных. Вы понимаете, что такое должны? Если было написано желательно, мне бы очень хотелось. Вот там люди говорят, что неплохо было бы. Это совсем по-другому звучало бы. А вот слово должны, вы представляете, что такое должны? Хочешь или не хочешь? Но ты должен согласиться с тем, что надо сносить эти немощи. Потому что это немощь. Вы помните, приведу один пример из Писания. Когда Иисус Христос или характеризовали Дух Святой работу, или характер Иисуса Христа, о нем было сказано, что он трости надломной не переломит, или накураживающая не угасит. Помните это местописание? А теперь послушайте, что Иисус иногда говорил, вы гробы окрашенные. Это что? Ну как совместить с тем, что трости надломной не переломит, или накуражив не угасит, или зимеи, поражения ехиднины. Иоанн Креститель это говорил. Кто умушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния. И Христос говорил так. Жемеи, поражения ехиднины. Он хорошо видел, но никогда не вышло в человека. Он не называл так. Он называл наглых. Называл тех, которые знали, что делали. Это не была трость надломленная, или он куравчийся. Им надо было дать определение другое. А здесь речь как раз идет о немышках, о трости надломленной, и о льне куравчемся. Я просто очень хочу, чтобы вы разницу увидели в этом. Потому что если в эту разницу не поставить, когда будет читать Писание, вы найдете нечто неудоборазумительное. То, что смущение может привести. Павел как раз вел речь не о наглых людях, а тех, которые немышны. Вы знаете таких людей. Чуть, что вспыхнет, как спичка, через пять минут идет, плачет, на колени падает, прости, брат, больше не буду. Это может продолжаться годами. Вот почему человек не чистит свой характер, не освобождает, и такой. Но его не назовешь наглым, это немыш. Да, это грею. Да, Бог не хочет этого. Это немножко чуть-чуть по-другому надо рассмотреть, чем над этой главой, которую я читал только что, которую Павел написал для нас. Но это немыш не может сбодрствовать, не может удержаться, не может. и Бог с ним возится долго. Вы знаете, что есть такие люди? Это его немыш. И опять повторяю, да, это грех, это безусловно, но, но есть еще но. Вот чем-то связан человек. И Павел говорит, бедный я человек, что хочу делать, не делаю, а что не хочу, то делаю. И дальше он говорит, что я пропавший или что? Нет, говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Господу моего и Иисусом Христом. Представьте себе, Бог говорит здесь о терпимости к тем вещам, которые неприятные и которые Бог не хочет видеть. А теперь давайте каждый просмотрите свою жизнь. Если Бог к нам относился так, как мы часто относимся к людям, которые делают неприятное, где бы мы были? Любой, начиная с меня. Но во всяком случае, в церкви ты бы уже не были бы точно. Давно исключили бы или еще что-нибудь сделали, но так же, потому что мы не все видим, а Бог же видит все. И я нисколько не сомневаюсь, что то, что знаю я и знает Бог, это очень большая разница. Но его смысл какой? Исправить человека, освободить его, дать ему чистоту и святость в хождении перед ним. Вот его цель, а не погубить. А нас удивляет часто, почему Бог так долго возится с тем человеком. Сколько можно терпеть? И мы не можем. Да мы, наверное, не Боги, наверное, да не Боги. И не будем иметь того потенциала, который он имеет. Но сокрывшись в нем, все-таки надо выдержать таких людей, потому что они хотят тоже иметь спасение. И Павел говорит, мы сильные, должны сносить немышки бессильных и не себе угождать. Слушайте, второй стих. Каждый из нас должен угождать ближнему, как во благо это раз и к наседанию. Мы не можем этим немышленным людям делать все то, что они хотят. Мы им можем поставить свои плечи. Мы можем носить их немышь, но угождать им, но на том уровне, до тех пределов, покуда им будет эту пользу. Прянется, может потребовать от жены, давать ему наводку. Представьте, скажут, ты мне должна угождать, но это надо делать, так это угождение, что большую погибель приведет. Во благо, вот то, что во благо, надо угождать. Ну, что, первое, надо сделать для немышленного человека? Первое, это простить его. Потому что эти немышки, они очень часто глубоко задевают. Для грешника это немыш, а для его домашних, он ад создает этой немышью. Вы понимаете, что я говорю? И для того, чтобы повлиять на него, надо уметь простить. Но уже настолько много наделал, кажется, уже не хватает этого прощения. Но Библия говорит, надо даже истощить немышки бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему. Во благо, к назиданию. А вот это сделать к назиданию очень трудно иногда бывает. Вот как вот с таким человеком поступить, чтобы и ответить ему на его просьбу, и дать ему назидание, чтобы ты не делай так, что Бог тебя любит и так далее. Вот как это сделать? Ответить на его немыш, чтобы было ему во благо. И не просто, чтобы как жена или как муж были хорошими, но чтобы дать ему назидание как от лица Бога. Наверное, приходится думать в этих вопросах. Написано это просто все. В жизни это не просто, это трудно. И при том, в этих уступках, или как их назвать, даже не уступки, надо как-то по-другому назвать. Вот именно, может быть, проигнорировать вот это поведение человека, его немыш. Ну, не просто так закрыть глаза, а что было ему во благо, и к назиданию. Иногда только стоит руками рассчитывать, а как это сделать? Ну, я думаю, если мы сокроем еще в Боге, то Бог это сделает Сам. Он знает, как достигнуть сердца. И здесь пример. Ибо и Христос не себе угождал, но как написано, смотрите, злословие злостовейших тебя пали на меня. Этот аспект выделен по-особому. когда человек немощен, эту немощь видят многие. И как непросто, если то немощь жены взять мужу на себя то, что и оправдать как-то невозможно. И как непросто, когда пальцем тыкают жене на мужа, взять на себя эти злословия, а к нему обращаться, как к ребенку, который Бог хочет спасти и наследовать спасение. Вы поняли о чем я говорил? Христос это сделал, ибо и Христос не себе угождал. И смотрите, о чем здесь речь идет? Но как написано, злословие злостовейших тебя пали на меня? Это так не хочется, потому что ты же не виноват. А тебя пилят за то, что твоя жена такая, потому что ты не умеешь обращаться. Может и так. Вполне возможно, что это и так. Но с другой стороны, если я такой, если Бог меня не сделает другим, то как я буду другим? Я сегодня такой, какой я сегодня есть. Вы меня из большего не выжмете из меня. Может быть, кто-то другой сегодня говорил бы на более глубоком уровне, но я не могу более глубоко. И как бы вы не хотели, вы не возьмете с меня того, чего у меня нет. Поэтому это довольно такой интересный вопрос. И тоже довольно глубокий. И на нем можно много рассуждать. И если мы хотя бы это знать будем, то будем правильно думать, и Господь поможет нам выполнить это. А если не знаем, как это делать надо, как Господь может через нас сделать. Когда мы знаем, как, то мы стараемся, идем в этом направлении, и Бог помогает. А если не знаем, что Бог требует, то как Бог может через нас работать тогда? Когда вы знаете направление, вам сказали, идете куда-то, хотя бы в дом молитвенный. Может быть с большим трудом ноги заплетаются от старости, но вы идете и Бог помогает. А если вы не знали, первое, знания не получили, то как Бог мог помог идти, когда вы не знаете, куда идти? Вот с этой точки очень важно знать слово, что Бог от нас требует. Вот эти требования настолько высокие, что плотскому человеку невозможно их выполнить. Но когда мы знаем, что надо выполнить, мы начинаем двигаться, а Бог помогает это сделать его силой. Поэтому я думаю, мы сегодня будем кончать уже без пятнадцати. Пусть Господь нас благословит, пусть положит вот эти слова в наши сердца, и пусть благословение Божие умножится через слушание Слова Господня и исполнение его. Аминь.